У людей, которые недавно купили себе новый ПК, есть такая проблема, название которой SSD на 128 гигабайт, или даже меньше. Нет, я, конечно, всё понимаю, он быстрый, но объём настолько маленький, что вы эту скорость даже увидеть не сможете. Поэтому, если вы сейчас собираете себе ПК, не ставьте себе SSD на 128 гигабайт, лучше доплатите и возьмите на 240, или купите к нему HDD. Да, загрузки будут не такими быстрыми, но они хотя бы будут. Но что делать, если у вас уже такой комп или ноутбук? Во-первых, проапгрейдить. Во-вторых, пока вы это не сделали, посмотрите это видео, чтобы узнать о тех играх, которые без проблем можно установить на такие накопители. При этом я подобрал не всякую утюжатину, которая интересна только мне. То, что она поместится на такие SSD, неудивительно. Я постарался подобрать по большей части полноценные AAA игры, причём не самые старые. И каждая из них весит не больше 10 гигабайт. Да, я решил, что такой объём будет оптимальным, ведь 1 гигабайт это слишком мало, а если игра будет весить больше 10, то уже могут появиться проблемы. Всё, извините за такое длинное вступление, но чтобы все всё поняли, оно необходимо. Это настоящая революция в графической составляющей видеоигр. Игра, которая вышла в 2007 году, смотрится не хуже игр 2012. При этом весит игра немного, всего 6 гигабайт. Ведь в 2007 году на компах было куда меньше места, чем сейчас. Но судя по всему, столько же, сколько и у вас. И поэтому игры приходилось оптимизировать под малое количество памяти. События игры происходят на острове, где игроку в роли солдата по имени Номад приходится воевать как с северокорейскими солдатами, так и с инопланетянами. Crysis 1 получила признание критиков за геймплей, левел дизайн с открытыми локациями, звуковое оформление и, конечно же, графику. Я рекомендую вам пройти эту игру, если ранее вы в неё не играли. Гонки Одна из лучших частей в серии Need for Speed со времён Most Wanted и Underground. Главной особенностью игры является противостояние между гонщиками и копами. В игре есть две компании — за полицию и гонщиков. И вы можете выбрать, за кого играть, и начать свой путь к вершине. Гонки проходят на различных трассах, с различными препятствиями и условиями. Графика в игре выполнена на прекрасном уровне. Эта игра настолько красивая, что я её даже на превью поставил. Но при этом игра — оригинальная версия, а не ремастер — требует всего 8 гигабайт места на накопителе. И в целом в игру однозначно стоит поиграть, если вы любите аркадные гонки. Снайпер Ghost Warrior — это игра, выпущенная в 2010 году на всех актуальных тогда платформах, включая ПК, PlayStation 3 и Xbox 360. Игра представляет собой шутер от первого лица, который построен на геймплее из-за снайпера. При этом игра учитывает такие факторы, как ветер и пульс главного героя. Графика игры неплохая на 2010 год, но сейчас уже во многом кажется устаревшей. Зато благодаря ней весит игра довольно мало — всего 5 гигабайт. И в целом игра неплохая. Если вы любите играть за снайперы в шутерах, то эта игра — отличный вариант. Если вы любите постапокалиптический RPG, то эту игру обязательно стоит попробовать. Главное достоинство игры — это богатый на детали и интересный открытый мир. Каждое место в игре имеет свою историю и уникальные задания. Главный герой игры — курьер, который попадает в политический конфликт между несколькими фракциями. И вы можете присоединиться к любой из них, что повлияет на дальнейшее развитие сюжета. Также Fallout New Vegas обладает уникальной атмосферой, которая сочетает в себе постапокалиптический мир, элементы ретро-футеризма и даже дикого запада. А для того, чтобы установить игру, вам нужно ровно 10 гигов места, буквально впритык. Хотя мне кажется, ради такой игры комп можно и почистить. В общем, если вы ищете игру с глубоким сюжетом, открытым миром и уникальной атмосферой, то Fallout New Vegas — это игра для вас. И напоследок обсудим самую странную игру в этом видео. Кригер представляет собой классический FPS, где вы должны отстреливать огромное количество пришельцев и игра за безымянного солдата. В игре есть довольно много оружия, каждый из которых эффективно уничтожает определенных врагов, а другой просто издает смешной звук при использовании. Но не это является главной особенностью игры. Некоторые зрители уже догадались, но остальным я хочу задать вопрос. Как вы думаете, сколько весит эта игра? Если бы я не знал, подумал бы, что она весит гигабайта 2-3. Но на самом деле игра весит 96 килобайт. Да, на самом деле эта игра является технодемкой, которая показывает, что полноценный 3D-шутер можно уместить в такой объем. Для сравнения, игра, которая вышла в один год с этой технодемкой, а именно Doom 3, весит 11 гигабайт. Мне кажется, эту игру можно на перфокартах хранить. Но не обольщайтесь, игра проходится за 10 минут. Но за эти 10 минут вы не раз успеете удивиться тому, как все это смогли уместить в 96 килобайт. Что ж, на этом все. Спасибо вам, что вы досмотрели до этого момента. Если у вас на телефоне мало места, то можете оценить мой ролик про игры с малым весом на Android. А если нет, то не забудьте поставить лайк и подписаться, если вы этого еще не сделали. Всем удачи и до свидания!